Внимание! Это одно из немногих видео, которое реально изменит вашу жизнь. Представляем вам технику из нейропсихологии, благодаря которой вы за 20 секунд сможете перенастроить свой мозг с негатива на позитив. Для начала давайте разберем обычную ситуацию. Несколько дней назад в интернете вы познакомились с очень симпатичным вам человеком. Сразу стало понятно, что вам очень комфортно и интересно друг с другом. И вот вы договариваетесь о встрече в кафе. Вы пришли на встречу на 15 минут раньше запланированного времени и ожидаете. Но вот проходит 15 минут, затем 25 минут и никого нет. Вы сначала пишете, затем звоните, но от вашего симпатичного собеседника невесточки. И вот вы ждете уже 40 минут. Что начинает происходить у вас в голове в такой ситуации? Реакция большинства людей предсказуема. Сознание начинает заполнять негатив. В вашем случае это может быть «походу меня кинули». Может, произошло что-то плохое? Может, со мной что-то не так? Потом вы начинаете вспоминать вашу переписку, начинаете думать, что, наверное, слишком открыто общались или где-то неудачно пошутили. А это, в свою очередь, испортило мнение собеседника о вас, и он выбрал позицию игнора. В таких случаях события развиваются как по спирали, и если вовремя себя не остановить, вас может занести очень далеко. У большинства людей такой тип мыслей сильно прогрессирует, и, как вы понимаете, живется им не сладко. Заметьте, практически никогда в таких ситуациях в вашей голове не будет позитивных мыслей по типу «может, мне готовят подарок? Наверное, мне хотят сделать приятный сюрприз». Привычку мозга генерировать плохие мысли нейробиологи называют негативной предвзятостью. К счастью, существует очень простая и эффективная техника для смены установок по умолчанию. Запомните три слова. Распознать, переключиться, закрепить. Эта тактика основана на главном революционном достижении в нейропсихологии последних 30 лет. Канадский ученый Дональд Хепп выразил его так. Нейроны, которые разряжаются одновременно, связываются вместе. Иными словами, мозг человека поддается изменениям. Мы будто скульпторы, создаем собственные привычки и используем в процессе не грубый гипс, а глину. Материал достаточно крепкий, чтобы выдержать нажим со стороны, но в то же время податливый и меняющий форму, если последовательно прилагать усилия. В этом и заключается магия трех слов. Распознать, переключиться, закрепить. Если каждый день хотя бы несколько секунд выполнять это упражнение, можно приучить мозг переключаться с негативной предвзятости на рабочее состояние. Лучше напоминать себе о собственных достижениях, отмечать свои сильные стороны и смотреть на жизнь как на череду грядущих возможностей, чем по инерции бренно тащиться сквозь пелену неудач и разочарований. Давайте поподробнее разберем эту технику. Первое. Постарайтесь распознать негативную предвзятость. Первым делом начните обращать внимание на эту привычку своей психики. Попытайтесь поймать мысль в тот момент, когда она уходит в сторону сомнений, самокопания, тревог и страхов. Отдергивайте себя, когда невольно начинаете продумывать худшие сценарии. Второе. Сразу же переключитесь на приятные воспоминания. Каждый раз, когда вы распознаете свою негативную предвзятость, расширяется пространство для создания новых нейронных путей. С помощью переключения его можно заполнить продуктивным мышлением. Очень важно, если ваш мозг начинает заполнять негативные мысли по определенной ситуации, не пытайтесь искать позитивные мысли по этой же ситуации. Негативные мысли сильнее, и негатив в конце концов победит. Лучше полностью отвлечься от текущей ситуации и переключиться на благодарность. Это самый эффективный способ. Достаточно всего 10 секунд благодарности. Вспомните хотя бы одну вещь, за которую вы благодарны судьбе по сей день. Дом, работа, здоровье, семья, ваши таланты и способности. Что-то, что дает вам энергию. Можете даже воспользоваться так называемой окружающей благодарностью. Благодарите жизнь за то, что вас сейчас окружает. Телефон, стакан воды на столе, солнце за окном, одежда, которая на вас сейчас, часы на руке, деньги в кошельке и так далее. Третье. Закрепите позитивные воспоминания. Здесь начинается настоящая работа над собой. Рик Хансон называет это актом наслаждения. Оставайтесь на позитивной волне хотя бы 10 секунд. Этого уже достаточно, чтобы прочно вшить новые установки в структуру сознания. Последний шаг нужен для того, чтобы поменять привычку и перестать игнорировать все хорошее. На этом этапе мы трансформируем реакцию мозга на положительные события. Теперь он будет работать не как телефон, а как липучка. Всего за несколько секунд можно укоренить в сознании воспоминания о приятных моментах жизни и перевернуть работу нейронов с ног на голову. Эта практика эффективна, доступна каждому и требует лишь около 20 секунд вашего времени. Жизнь изменится в ту же секунду. Стоит лишь поменять жизненные установки. Вы сможете яснее видеть цели, будете ждать встречи с новыми трудностями и идти по жизни с оптимизмом. Попробуйте выполнять это упражнение раз в день в течение трех недель и посмотрите на результат. Позитивный образ мышления производит внутреннюю силу, энергию, здоровье и счастье. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова